С нами на связи Сергей Грабский, военный эксперт. Сергей Маратович, приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Доброе утро, студия. Сергей Маратович, я вас, знаете, просто попрошу охарактеризовать ситуацию сейчас на фронте, на тех очень интенсивных участках, где сейчас мы наблюдаем самые интенсивные бои. Ну и также, так или иначе, вспомним о ситуации вокруг Часова Яра, поскольку сейчас именно вот на этом, как мы смотрим, и по заявлениям, и по ситуации, реально на поле боя сконцентрированы одни из основных ударов сил российской армии. На сегодняшний день, если очень коротко, то можно сказать следующее. Окно возможностей. Именно так характеризуются те интенсивные действия российских войск, которые мы сейчас наблюдаем на поле боя. Окно возможностей означает, что после подписания документов и получения помощи от Соединенных Штатов, которые, в общем-то, составляют около 50% общей суммальной помощи, возможность украинской армии на первом этапе обороняться, а на последующих этапах проводить контрнаступательные действия, значительно возрастает. Противник, прекрасно это понимая, и понимая, что времени у него осталось немного, пытается достичь хотя бы минимальных тактических преимуществ, отчаянно атакуя наши позиции, не считаясь потерями, а считая, что потом он сможет заморозить, стабилизировать ситуацию и не допустить контратаку украинских сил обороны. При этом они прекрасно понимают, что, в частности, прорыв в районе часа в Яро, если говорить конкретно об этой точке, означает выход в последующем, подчеркиваю, именно в последующем, на оперативный простор и создание угрозы для линий украинских укреплений по направлению Константиновка, Дружковка и далее Краматорск и Славянск. То есть создание угрозы Краматорско-Славянской агломерации и попытки охвата войск, которые обороняются в треугольнике Северск-Краматорск-Славянск. Таким образом противник пытается создать условия и предпосылки для того, чтобы в дальнейшем пытаться продолжать эти наступления. Примерно такая же ситуация наблюдается и в районе Западной Авдеевки, где противник, понимая, что в лоб взять украинские позиции в районе Бердыча и Семеновки, ему не удается, несмотря на отчаянные попытки. И продавливание украинской обороны, но это продавливание осуществляется уже в течение ни одного месяца, не пытается обойтись с севера и с юга. Именно поэтому мы наблюдаем такие же отчаянные бои, которые полностью вписываются в это определение окно возможностей, которое закрывается на север от упомянутого участка в районе Очеретиного и попытки прорыва южнее в районе Первомайского по направлению Нанитайла. Бои носят исключительно заточенный характер, и, как я сказал, противник не считается и не будет считаться с потерями, ну, как минимум еще месяц. Поэтому, как говорил генерал Буданов, нас ожидает достаточно трудный месяц, в течение которого противник будет отчаянно пытаться продвинуться хоть где-нибудь на каких-либо направлениях. Добавлю, как говорил господин Буданов, Армагеддона не будет. Он также говорил в этом интервью, собственно, описывая ситуацию. На поле боя украинские возможности, возможности российских оккупантов, как раз в контексте американской помощи для сил обороны Украины, российская авиационная компонента, она, ну, мягко говоря, довольно сильна, в особенности в часовом ЕРУ. Помните видео, ну, по-моему, пару недель тому назад было в социальных сетях, где российский СУ красуется, летает над украинскими позициями, абсолютно не боясь силы ПВО, скажем так. Эта помощь со стороны Соединенных Штатов Америки может ли, скажем так, ликвидировать саму вот эту авиационную компоненту, либо в целом говорить сейчас об объемах возможностей вооруженных сил Украины, сил обороны Украины, в том числе на этом направлении, пока еще рано? Ну, вы знаете, конечно же, рано, потому что просто фактор времени играет довольно с большое значение, и сказать, что мы за неделю с момента подписания всех необходимых документов и утверждения этой помощи Сенатом и президентом Соединенных Штатов получим эту помощь, ну, будет несколько преувеличенным оптимизмом. Но давайте не забывать, я специально подчеркнул, это помощь примерно половина того, что мы получаем, и уже в ближайшее время мы ожидаем получить большое количество боеприпасов, в частности из Великобритании, где Риши Сунак объявил о значительном объеме помощи, которая включает в том числе 1600 ракет разных типов, и здесь ракеты и противовоздушной обороны, и знаменитые Шторм Шедов. Поэтому, возвращаясь к словам генерала Буданова, можно однозначно утверждать, Армагеддона не будет, и украинские войска будут удерживать позиции. Это, однако, не исключает возможности продвижения на отдельных направлениях российских войск, но, опять же, как я подчеркивал, это продвижение будет носить исключительно тактический характер, без особых каких-то изменений в оперативной ситуации. Но, тем не менее, ожесточенные бои нам предстоят. И, опять же, противник понимает, что у него осталось очень мало времени, и таких вот хвастливых полетов над украинскими позициями уже вряд ли мы будем наблюдать. Поэтому сейчас, именно сейчас, они делают все возможное, чтобы максимально продавить эти позиции. По заявлениям ОСУ в Хортице, только за последний день два противника нанес, только по часу в яру 13 бомбовых ударов. Такая ситуация будет продолжаться какое-то время, но, опять же, нужно понимать, что в ближайшем будущем ситуация будет изменяться, как минимум, в сторону стабилизации линии фронта, невозможности противника продвигаться. Но в дальнейшем, я не говорю, что прямо сейчас, но мы имеем все тенденции и возможности говорить о возможном контрнаступлении украинских войск. Сергей Маратович, скажите, британская разведка в соцсети X, бывший твиттер, ранее известный как твиттер, пишет о том, что армия российских оккупантов, они, по сути, используют ту же тактику в атаках на час ФФ, которые использовали при наступлении на Авдеевку. Это авиационная бомба, это сушки, это, по сути, применение авиации, как говорил мой коллега Денис Пахила. Скажите, в этих пакетах, которые мы ожидаем, помощи со стороны наших партнеров, речь идет не только о Соединенных Штатах Америки, а мы говорим и о помощи со стороны Германии, о помощи со стороны Великобритании. Какие там предполагаются средства для того, чтобы вот эту авиационную составляющую ее как-то минимизировать? Ну, здесь нужно понимать следующее. Я уже упоминал о британском пакете помощи, который включает в себя довольно большой объем ракет. Это 1600, не могу точно сказать, сколько из них будет именно ракет противовоздушной обороны и именно тактического характера. Но нужно понимать, что и другие страны, понимая первейшие или наиболее серьезные угрозы для обороны Украины, передают эту помощь. Помощь, которая помогает нам сдерживать противника и помощь, которая помогает нам отражать, в том числе и воздушные атаки противника. В этой связи следует помнить о передаче Германии довольно значительных объемов боеприпасов боеприпасов к зенитно-артиллерийским системам типа Гепард, которые позволяют как сбивать дроны в глубине страны, так и бороться с авиацией противника на линии фронта. Поэтому задача номер один во всех пакетах помощи это, в общем-то, боеприпасы и средства противовоздушной обороны как тактического, так и стратегического характера. На втором месте, конечно же, стоят боеприпасы к артиллерии как тому фактору, который позволяет наиболее эффективно бороться с противником. Да, мы можем говорить о том, что дроны сейчас играют значительную роль, но если мы говорим именно о достижении какого-то тактического оперативного преимущества или стабилизации, то, безусловно, артиллерийские боеприпасы являются значительным фактором противодействия противнику. И, возвращаясь к американской помощи, давайте не забывать, насколько эффективны были кассетные артиллерийские боеприпасы в борьбе против российских оккупантов. И, таким образом, этот тип боеприпасов тоже играет значительную роль и занимает значительное место в поставках вооружения и боеприпасов со стороны наших союзников Соединенных Штатов в частности. Давайте не отходя от темы британской помощи. Там, напомню, предоставлены в том числе будут у силам обороны Украины и ракеты Storm Shadow. Несколько недель тому назад, табло это, говорю сразу, но, тем не менее, западный десант писал о том, что Storm Shadow могут быть использованы силами обороны Украины для уничтожения незаконной постройки, которая называется Керченский мост. Постройка незаконная, поэтому, ну, скажем так, сносить ее необходимо попросту. Кроме Storm Shadow будут использованы и в том числе морские беспилотники. Но, тем не менее, тут объем вооружения, о котором сейчас известно уже. Та номенклатура вооружения, которая передается Украине со стороны союзника официального Киева, ее, в принципе, достаточно для того, чтобы уничтожать вот такие незаконные постройки, как Терченский мост, либо же все еще ждем, скажем так, окей, зеленый свет со стороны официального Берлина на ракеты типа Таурус. Ну, вы знаете, я всегда очень критично, если вы отследите мои выступления, относился к тому, что первостатейной задачей является уничтожение Крымского моста. На сегодняшний день мы и так эффективно влияем на пропускную способность этого незаконного, как вы сказали, абсолютно правильно сказали, сооружения. Но, в общем-то, опять же, из тех объемов, которые мы получаем, я, простите за такой военный цинизм, вижу большую необходимость наносить удары по более значительным объектам, пока оставляя в покое Керченский мост. И давайте не забывать, Украина цивилизованное государство, и мы таким образом делаем жест доброй воли, давая возможность россиянам, которые сознательно и несознательно оказались на временно оккупированной территории Крыма, покинуть это место, а как бы медийную составляющую или моральную составляющую оставим на потом. Потому что уничтожение такого объекта требует затраты колоссальных ресурсов, которые с большей эффективностью могут быть использованы на других направлениях. Нами разведаны и уточнены локации десятков, если не сотен целей на территории временно оккупированных областей Украины и на территории Российской Федерации, которые подлежат первоочередному уничтожению. Ну а используя эту возможность, нужно еще раз напомнить людям, которые незаконно находятся на территории Крыма о необходимости немедленно покинуть украинскую территорию во избежание ненужных и драматических инцидентов. Сергей Маратрич, далее хотел бы, чтобы вы прокомментировали вот эту информацию по поводу того, как сейчас российские военные начали использовать на фронте, ну да вот так называется, танки-черепахи. Закавычим эту историю, но все же. Что это себе представляет? Вот они, по сути, оснастили Т-72 широкой броней сверху для защиты от попадания беспилотников и снарядов. Как пишет издание «Форбс», такие машины выполняют роль, по сути, прорывников, их оснащают плугами, пускают вперед, чтобы они провели другие транспортные средства через минное поле достаточно близко к линиям противника для атаки. Броня на таких танках оставляет лишь небольшой щель спереди и препятствует вращению пушки, отмечают аналитики. По их данным, россияне могли взять старые Т-72, на башне которых уже имели проблемы, и добавить дополнительную броню, а также снаряжение для разминирования. Сергей Маратович, ну а как вам вот такой, возможно, инновационный подход со стороны армии противника? Знаете, оно иллюстрирует, такой подход иллюстрирует тот фактор, который мы сегодня уже оговаривали, и фактор дронов. Нужно понимать, что таким образом противник пытается продлить существование на поле боя боевой бронированной машины. Такая бронезащита, она бессмысленна против артиллерии, и она может играть роль именно временного препятствия для дронов, ну заставляя увеличивать расход этих дронов, что в общем-то объективно. Но повторюсь о том, что я уже говорил сегодня, противник не считается с потерями. И скажем так, несмотря на частичную эффективность на короткий период времени такой защиты, в общем-то, эти машины играют довольно незначительную роль, потому что, сами понимаете, и обзор для экипажа снижается, возможность маневра серьезно ограничивается, и в общем-то возможность применения такого вида техники на поле боя значительно уменьшается. Но в данном случае, повторюсь, что это жест отчаяния, потому что противник таким образом пытается приблизить пехоту как можно ближе к линии боевого соприкосновения, понимая, что в противном случае эта пехота будет уничтожена далеко за пределами уровня стрелкового боя, потому что противник уже сейчас вынужден оттягивать артиллерию как минимум на 15 километров от линии фронта, понимая, насколько серьезной для него является угроза дронов. И эти танки, повторюсь еще раз, можно называть средством доставки, равно как и обшитые листами металлов автомобили Урал, которые используются примерно для этой же цели. Ну а нужно понимать объективно, что это значит для украинской стороны, это, в общем-то, увеличивает расход дронов. На сегодняшний день мы говорим, в среднем для уничтожения одного БТР мы используем 3-4 FPV дрона. Таким образом, здесь противник надеется истощить наши запасы дронов. Ну, в общем-то, это безнадежная задача, и он понимает, что такая тактика, такое усовершенствование, если его можно назвать усовершенствованием, будет действовать еще достаточно небольшое время, а потом это перейдет в игру в поддавки, потому что, как я говорил, снижение маневренности такой машины приведет к однозначной гибели вследствие уже обнаружения такой машины и уничтожения ее артиллерийским огнем. О действиях российских террористов, которые, ну, сейчас вы проанализируете, наверное, мое мнение, выскажу, не имеют в принципе отношения ни к войне, ни к военным действиям, к действиям на фронте, да и, в принципе, к логике введения военных действий. Это уничтожение, удар со стороны российских террористов по телевышке в Харькове накануне ряд военных блогеров российских различных мастей, различных типов, писали, вот я одного сейчас вижу, не будем сейчас показывать его, ну, никакого телемарафона. Дезомбирование украинского населения продолжается. Некоторые особо отличившиеся военкоры писали о том, что якобы на вышке находились представители сил обороны Украины и контролировали ситуацию по городу. Я думаю, что у сил обороны Украины есть другие возможности, чтобы контролировать ситуацию по городу, но не об этом сейчас. С точки зрения военной, понимаешь, что это звучит абсурдно, но тем не менее. Каким образом наведение боевых действий может повлиять уничтожение, удар по харьковской телевышке со стороны российских террористов? Да никаким. Ответ, если быть очень кратким, да никаким образом, потому что, в общем-то, все прекрасно понимают, я даже не хочу вдаваться в подробности о того, как организовывается разведка различными средствами и наблюдение за полем боя. Уже на сегодняшний день Украина имеет возможность вести разведку космическими средствами, получая информацию в режиме онлайн от наших союзников, имея свои собственные средства визуального и радионаблюдения за полем боя. И поэтому нужно понимать, что россияне, нанося удар по телевышке, в общем-то, проявили очередной жест отчаяния, понимая, что одолеть Харьков прямыми боевыми действиями у них не получится от слова совершенно. Они таким образом пытаются вести террористическую войну против города, а не имея серьезных успехов на поле боя, они уничтожение отдельного инженерного объекта представляют как выдающуюся победу. Я, честно говоря, даже не могу себе представить, какое количество боеприпасов они потратили на эту несчастную вышку для того, чтобы подбить ее. Могла ли эта вышка использоваться для телетрансляции каких-то сигналов, радиосигналов или телесигналов? Да, безусловно, но нужно понимать, что стойкость управления на войне обеспечивается рассредоточением средств управления и поражение одного объекта, пусть даже самого высокого, вряд ли приведет к снижению стойкости управления. Ну, жители будут испытывать определенные трудности с получением телесигнала, но определенные трудности и, в общем-то, сейчас век кабельных сетей вряд ли это как-то повлияет на трансляцию, в частности, марафона, если россиянам так печет уже очень сильно. Поэтому мы видим здесь очередной жест именно террористического ведения войны, а в контексте Харькова хочу напомнить то, о чем я повторяю постоянно. Мы наблюдаем ситуацию олипизации Харькова, то есть последовательного, методичного, террористического, не имеющего никакого отношения к ведению боевым действиям, нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры, имеющим целью просто превратить Харьков в руин. Да. Сергей Маратович, спасибо вам большое за разговор, за то, что присоединились к эфиру телеканала Freedom. Благодарим, всегда вам рады. Сергей Грабский, военный эксперт, был с нами на прямой связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.